Этот дом стоял у реки, а сейчас он сам берег. Две недели назад здесь затопило огород, и недавно вода пошла дальше. В подполье вода уже зашла, у меня там основание печки малость подмывает. Против дамбы была эта, потому что просто искусственно поднимается уровень воды. Дом Галины в окружении дамбы не попал, а женщина, как чувствовала, и осенью собиралась сама отсыпать территорию вокруг огорода. В Затоне сейчас подтоплено 65 участков и 5 отрезков дорог. 28 мая, когда ввели режим повышенной готовности, в поселок въехали спасатели, а низины начали дополнительно отсыпать. На 50 метрах вдоль воды сейчас укрепляют дамбу, а местные жители уже давно защищают свои дома, свои участки подручными средствами, например, строительным мусором. Но паники нет, нет даже беспокойства. Да, после наводнения 2014-го население сократилось, но оставшиеся менять дом не собираются. Что делать при паводке? Им постоянно напоминают спасатели, раздают под роспись листовки. Александр выращивает кур, уток, коров, овец, свиней, и у него готов свой алгоритм действий. Кого на телегу, куда всех разогнала корову, здесь место, куда бугор возвышенности перегнать, сено на телегах. А дом? Дом у вас автоматический на возвышенности? Да, он сразу, когда строил, я приподнял его. Сейчас уровень воды в Затоне 562 до критического 18 сантиметров. Это будет означать подтопление и участков, и дорог. И тогда возить людей будет речной транспорт. Три Москвы, которые могут взять на борт по 250 человек, и два ПТ по 100 человек. Кроме прочего, тысячетонная баржа, площадка, можем взять около тысячи человек одновременно. Мы считаем, что уровни будут расти в ближайшие 2-3 дня по 2-3 сантиметра за сутки. Затем будет стабилизация. И затем, с учетом прогнозов того, что в горах не будет дождей, мы ждем снижения уровней к концу недели. Даже при отметках 5,70 ситуация не поменяется. Но на уровне подготовки это никак не отразится. Дамбы отсыпают, людей предупреждают. Определены 4 пункта для возможного временного размещения жителей.